этой схеме. Вот есть у нас две половинки. Верхняя и нижняя. Или состояние раскрытия, состояние закрытия. А в цветах это выражается приблизительно вот таким вариантом. Смотрите, часы. Потом вот меридианы пошли. Вот какие-то точечки. Одни беленькие, другие черненькие. Так называемые тригоны. Вот эти тройки. Зелёный. Здесь идёт оттенки красного. Здесь оттенки синего с фиолетовым. А вот этот, второй тригон. Вот здесь почему-то какие-то астрологические штуки нарисованы. Чтобы во всем этом разобраться, нужно у себя найти связь понятия меридианов с временными циклами, с цветами, потом ещё и со звуками, а потом ещё и с психоэмоциональными состояниями. Так вот, по цветам у нас редко что ассоциируется с этими состояниями. Если не считать состояние утра, когда вот у нас солнышко начинается сходить, и состояние весны, когда природа просыпается. Есть противоположное состояние. Как раз до прихода природа уходит на зимовку. То есть осень и поздний вечер и ночь. Вот если это разложить в цветовом варианте, то, соответственно, утренние цвета у нас будут всё, что касается светлых оттенков. Всё, что ночное, будет относительно тёмных оттенков. Кстати, в Индии праздник Холли, когда все такими разноцветными штуками себя осыпают. Это именно праздник начала весны считается. Вот эти яркие тона, очень здорово, ну, как бы красивое зрелище. Все бегают друг друга, осыпают. Теперь по чакрам и цветам. Как они взаимосвязаны. Тут на сегодняшний день наговорено очень много всего с делением по чакрам и по цветам. На самом деле, делать так, что вот это одних цветов, это других цветов, не совсем так. Потому что цвета там не присутствуют в том виде, в котором мы привыкли это дело понимать. Словно говоря, если мы захотим вкус передать цветом, нам это удастся, но только очень приблизительно. Ну, вот, например, а мы говорим, помидор у нас представляется... Вот. Но, но какой? Вот я этим летом ел первый раз в жизни синие арбузы. То есть разрезаешь, а он внутри синий. То есть сначала желтые мне принесли, а потом мне говорят, знаешь, а есть и синие. То есть сейчас уже есть самое. Поэтому вкус арбуза, по большому счёту, если раньше у меня ассоциировался внутри с красным цветом, то теперь у меня как-то... Я понимаю, что цвет и вкус – это вещи, которые очень приблизительно стыкуются. И все наши ассоциации основаны на том, что мы привыкли, как мы привыкли. Так вот, если мы ещё туда добавим слух, как орган чувства, то как можно красный цвет через слух выразить? А? Слух и слух. Ну вот, получается, что через один орган мы не можем выразить качество, которое относится к другому органу чувства. То есть мы можем условно представлять некую взаимосвязь, которая чисто на наших ассоциациях существует. Так вот, это то, почему, когда начинают изучать экстрасенсов и говорят, а вот что вы там чувствуете, пытаться систематизировать, что у них там случается, ещё больше запутываются, получается полная галиматья. Всё достаточно просто. Экстрасенс – это человек, у которого повышается чувствительность, но кроме чувствительности у него рождаются новые восприятия. Или, как бы там кто-нибудь сказал, новые качества каких-то органов. Или новые органы. То есть, условно говоря, у нас есть обоняние, осязание, зрение, слух, вкус. Вот эти пять органов чувств. Вот на занятиях я вам даю развитие шестого органа чувств. Это телесности. То есть, когда мы начинаем понимать, что вот уходя внутрь, мы закрываемся, а раскрываясь, мы раскрываемся. То есть, у нас появляется стимуляция психоэмоционального комплекса за счёт положения тела. Загнула нас жизнь вперёд и прочее, мы уходим в закрытие. Раскрываемся, уходим в раскрытие. То есть, у нас получается иньский процесс, янский процесс. То есть, мы должны в результате, чтобы соединить вот эти все органы чувств, вывести нечто, что-то среднее, чтобы могло как-то, скажем так, объединять вот эти качества, которые возникают. Потому что даже светлые тона, они, опять же, свойства утра, свойства вроде весны, но белый снег. И вот тут, если рассматривать по цветам, то получается, можно к вот этому общему качеству начать подбираться, потому что есть нечто общее. Это психоэмоциональные состояния, которые рождаются. И вот общее для всех органов чувств наиболее объединяющее эти состояния – это психоэмоциональные состояния. И на этом принципе построена вся раджа-йога. То есть, раджа-йога – это, прежде всего, умение входить в некое психоэмоциональное состояние благодаря стимуляции у себя органов чувств. Понятно, чего я говорю? Ты там подавай сигналы, когда уже... Когда я уже совсем... Значит... И есть вторая, так сказать, проблема для понимания этой вещи. Это то, что у нас есть способ мышления. И, оказывается, для понимания всех серьезных учений и трактатов используется другой способ мышления. И другая схема организации мировоззренческой картины. То есть, пока мы стоим на основе деления на хорошее и плохое, вот эта схема, она тупиковая. И во всех трактатах везде говорится «адвайда», «адвайда». То есть, не «два». На санскрите «а» – отрицание, «два» – это двойка. То есть, если у человека натренирована только одна схема мировоззренческой картины, чёрная-белая, условно говоря, мы не способны видеть полноту картины. Хотя она в упрощенном виде всё описывает. И в упрощенном варианте это было бы так. Точно так же, как когда взяли обычные законы физики, которые мы изучали, физико-твердователь, или законы ньютоновские, и попытались описать ими уже какие-то процессы, возникающие в ядерной физике, ничего не получилось. Потому что это был частный случай. Вот тот образ мышления, который у нас есть, это частный случай общей, скажем, расширенной схемы мышления. Точно так же, как глазом мы способны видеть вот только узкий спектр. А есть там инфразвук и цвет, там сказать, ультра, то есть другие спектры, которые мы просто не видим. И если мы говорим о видении полной картинки, то нужно менять способ оценки мира. вот для этого и написано куча книг и древних трактатов, в которых тренируется образ мысли. Но произошел удивительный эффект. Оказалось, как только человек меняет организацию вот этого мозгового аппарата и картинки мира, у него возникает побочный эффект. Называется, запускается процесс оздоровления. То есть никто в йоге не ставил задачу заниматься йогой для оздоровления. Просто когда начали стимулировать себя, в том числе через тело, делая всякие упражнения, дыша и подключая туда другие органы чувств, вдруг начали получать побочный эффект. Нет. Нет. Идет параллельно. У нас есть органы чувств. Еще раз. Обоняние, чем мы дышим, осязание, что мы щупаем, зрение, то, чем мы видим, слух и вкус. Просто через зрение, например, проще всего объяснить конструкцию ума, что она у нас двоичная, потому что через свет мы сталкиваемся с недвоичной системой. То есть, если мы возьмем три фонарика и начнем светить вот этим красным, синим и зеленым, мы начнем на пересечении цветов получать удивительные эффекты. то есть, если бы мы брали два цвета, у нас была бы двоичная система. А когда мы берем три цвета, у нас возникает недвоичная система. И это дает возможность кому-то начать менять конструкцию ума. пока понятно, чего я вещаю. А? Сознание вот такое, привязан очень к ассоциативному ряду своего. Вот поэтому некую попытку показать недвойственность картинки мира я сегодня попробую с вами предпринять через вот эти картинки. Ну, не совсем тут с Богом так получается, потому что есть куча религий, где Бог не один. И если брать первоосновы какие-то, которые были введены для европейцев в христианстве, то нужно возвращаться к Ветхому Завету, к Торе, и там говорится лохим, а в переводе это боги. Вот. И если мы возьмем индуистские трактовки, там тоже много богов. Если мы возьмем древнегреческий пантеон, тоже был не один бог, а было много богов. Так вот, если с этим дальше разбираться, то каждое божество отвечало за что прежде всего? Посейдон. За что освящал? Вот, на Мариан. То есть был верховный, некие боги какие-то верховные, они были на Олимпе, но были разные божества. И каждое божество, обратите внимание, обладало качеством. нет, силой, качеством, впрочем, но здесь другое свойство, то есть если мы смотрим на вариант христианский бога, то есть это создатель, который все создал и так далее, и так далее. Если мы берем древнегреческий пантеон или индуистский пантеон, там, так далее, есть разные формы божеств, причем они еще и многолики, и они обладают качествами, то есть в принципе мы приходим к тому же, с чего я начал, то есть любое объединяющее свойство по всем этим органам чувств будет давать качество внутри человека. И вот это и есть раздел раджа-йоги, когда мы начинаем осознанно управлять собственными качествами. Но наиболее яркий результат вот именно практики раджа-йоги был получен Станиславским. То есть когда начали разбираться вообще откуда взялась теория Станиславского, казалось, что его сын был говернант, который в свое время жил в Индии и изучал йогу и так далее. И Станиславский тогда молодец, что он сообразил, как это донести европейскому человеку. И все театральное искусство на сегодняшний день базируется по большому счету на свойствах раджа-йоги. То есть вхождение в образ. Если вы играете как качественный актер какую-то роль, вы должны с этой ролью слиться. И вот откуда Станиславский было вот это «не верю». Да? Потому что одно дело, когда вы плохонько играете, а другое дело, когда вы входите всем естеством. Всем естеством до запуска у себя биохимических процессов. И хорошей актрисы, когда она играет трагическую какую-то там сцену, когда у нее там горе, то у нее начинают реально слезы течь. То есть она у себя запускает биохимический процесс. То есть умение стимулировать себя и собственную биохимию запускает комплексные управляемые процессы в организме. Так вот, если вот все наши психоэмоциональные состояния поделить, вот какие они бывают, вот у нас есть от состояния радости, весны, вот, раскрытия благости, дальше есть умиротворение, есть дальше такое обычное нейтральное дневное положение, какое-то состояние, есть потом все можем взять хуже, потом может быть депрессия, потом вплоть до ярости и прямо когда уже там человек трясет, у него с пеной у рта, он а вы должны уметь брать все, у вас должно быть управляемое, это и есть, это, если это качество существует, вы должны уметь его различать, то есть умение различать и стимулировать у себя эти состояния, оно приводит к пониманию вот этих комплексов психоэмоциональных стояний или как бы сказали некоторые представители некоторых традиций умение вызывать божество, то есть божество это психоэмоциональный комплекс, который вы можете вызвать, он вас войдет и вы станете этим божеством, таруэмоциональный дифференцирован, я так понимаю, то есть вот если мы вызываем зеленую тару, почему она зеленая, она может быть еще других цветов, вот я беру буддийскую версию, да, или мы вызываем ваджрапане, да, то есть такое гневное божество, там, с кучей глаз, все в черепах, такое, или красное ваджаварахи, почему-то красное, то есть что это такое, есть комплекс, смотрите, куда входит цвет, специальная мантра, звук, форма, откуда вот у нас янтры висят на стенке, это тоже как бы формы, то есть разным психоэмоциональным состоянием соответствуют разные комбинации и по каждому анализатору у нас есть стимуляция, вот умение у себя запускать разные вот эти психоэмоциональные состояния в ряде традиции называется вызовом божества, и тогда божество приходит и вселяется и умение вызывать разные божества, причем чем быстрее оно является и чем более ярко оно является, тем более серьезного уровня этот практик. Причем оно может являться так, что у вас коль меняется вся биохимия, у вас сразу же меняется какие события, меняется все вокруг картинка мира, то есть вы начинаете управлять не только внутренним миром, но и внешним, причем при появлении и вселении определенного божества у вас происходят изменения во внешнем мире, события. Знаете, какая серьезная тема? Если когда в вас вселилось это божество, вы пойдете в массы, то у вас начнут происходить события, соответствующие качеству этого божества. хануман, реально хануман не реагировал, у нас был друг, он пытался как человеком общаться, который так нудно отвечал, и так наскакивал, понимаешь, он никак не реагировал на человеческие проявления, то есть он был рядом, потому что он свою программу какую-то ввел. Реально оденет как хануман, почему? Да, он просто практиковал, он практиковал это, и вот это качество. То есть хануман это опять же, так сказать, получеловек, полуобезьяна. Там есть такой миф, что сито, ну в общем, одну женщину украло одно божество, а другое божество, которое было, его жену как бы украло. И чтобы освободить вот эту женщину от украденного, вот вызвался человек, получеловек, полуобезьяна, который такой большой, сильный, там спалится, и вот он сам ее вернул. То есть это миф, но для того, чтобы вам освободить кого-то, причем не захватить, а взять у кого-то хорошего, хорошего существа, тут корректно нужно отбирать слова, потому что считайте, что он бог, так сказать, у хорошего божества украли любимую, вот, и его друг вызывается или преданный освободить эту любимую, то есть он не для себя делает, у него нету корысти, а? Не мог по ряду причин, там целый эпос, почему? Вот, но факт в том, что для того, чтобы такое качество взять, то есть представьте, что вам сейчас выпадает почетная честь освободить кого-нибудь, заложников, это же качество, в него нужно войти, ведь не каждый решится на это, скажет, да, я не пойду, нет, 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 то есть, чтобы это сделать, нужно войти в качество, то есть, вот эти все эпосы, это прежде всего тренировки вот этих качеств. Поэтому, когда европеец начинает это читать и не понимает, для чего это было создано, то он углубляется во все вот эти, точно так же, как все вот эти танцы. Вот нам вообще интересно, когда человек, он может быть разным, он может входить в разные психоэмоциональные состояния, то он такой милый, добрый, с детьми, то он вдруг властитель, который вершит судьбы народов, то он заботливый, там, не знаю, такой, почему правители все сообразили, смотрите, там, есть некоторые, которые все время своим внучком, там, везде он ездит, весь такой заботливый, там, цветочки к памятникам подносит, там, о народе заботится, с бабушками разговаривает и прочее, и в то же время тут самолеты посылают бомбить другие страны, которые плохие, то есть нас восторгают существа, которые способны менять собственные качества, и это признак божественности для многих, то есть раджа-йога, почему раджа была царской йогой, высшей йогой, потому что умение брать разные психоэмоциональные состояния говорит о качестве и развитости и организации нейронных связей этого существа. Поэтому любая женщина мужчину оценивает по умению брать некие психоэмоциональные состояния. Вот эта фраза, да что ж ты за мужик-то? Это вот отсюда. Потому что мужчина должен обладать вот этим качеством. А если он тряпка, для женщины это уже не самый качественный мужчина. Точно так же, как это тоже. Причем для мужчины почему говорят ну вроде такой умный весь, такой видный. Ну жену себе взял, такая маленькая дура вообще никакая. А почему? А у нее есть качество. То, которого ему не хватает. Поэтому если человек обладает определенными качествами, а какими это качествами не владеет, он будет подбирать себе партнершу, которая будет дополнять недостающие у него качества. Вот в этом как раз таки и хитрость. Почему говорят, что женская сила в слабости? Потому что это не просто слабость. Это прежде всего материнство, это создание уюта, это вот эти уси-пуси, которые так нужны сильному мужчине. Потому что он после того, как всех победил, порубил шашкой и самое, ему нужно нырнуть в другое качество, диаметрально противоположное. Вот это все то же самое я вам сейчас попробую показать на свете. Конечно. То есть мы никогда не знаем, какой человек на самом деле внутри. Я когда отучился на психолога и пошел уже практиковать так, чтобы практиковать, я очень был удивлен, а когда я изучал еще сугестию гипноз, когда начал изучать эриксоновский гипноз и так далее, я вообще был очень удивлен, что большинство внешне таких крепких, здоровых, кажется, мощных, властных мужчин набит таким количеством комплексов и страхов. Точно так же, как иногда от маленькой худенькой женщины, которая такая всего боится, в экстремальной ситуации она такое может выдать, что редкий, большой, крупный мужчина на это решится. Почему в природе все знают, что нет страшнее зверя, разъяренная самка, потому что какая бы она ни была самка, но если в ней включится на биохимическом уровне защита потомства программа, она порвет любого самца. У меня есть одна знакомая, она изучает амазонок. Есть очень интересные племена на границе Китая и Непала. Да-да-да. И она мне когда показывала вот эти фильмы снимала и так далее, просто сидят такие женщины, играют в карты в какую-то там игру, реально запивают виски, курят и рядом мужчины бегают. Вот когда мы с ней пальчиком пальчиком. Это китайская территория, но ближе к Непалу. И там сейчас конкретно и китайцы это поняли, сейчас там бизнес-тропу открывают, ездят смотреть, потому что это ну просто такой мир для европейца перевертыш, где эти забитые мужчины и женщины. А? Это такое тоже есть. Вопрос нормально или ненормально это двойственный вопрос. Поэтому здесь как раз таки получается, что такое есть. И в свое время я попал в Непале на праздник, где целый день мужчины красились, потом устраивались шеренги, одевали всякие такие при бабасике блестящие, их там каждый старался выпендриться, потому что у них там целую неделю идет подготовка, и потом приезжают со всех окрестностей женщины, которые ходят, выбирают себе мужа, причем там зубы покажи, ногти. отец ребенка, в племени я тоже был как бы очень интересным там тоже наподобие праздник, и вот тоже приезжают женщины, мужчины, все это самое, причем у них женщина, никто не знает, кто отец ребенка, все дети принадлежат племени, вот, и она подходит, ну отдай руку, подходит, и вот она к каждому мужчине подходит, смотрит на него, крутит, потом, если вот так она сделала, значит, ночью приходи, как стемнеет, приходи к ней в шалашик, но до утра он должен покинуть шалашик, и все, и потом рождается ребеночек, и только она знает, к кому она это дело пошуршало, и там, как раз таки женщины выбирают, ну, опять же, выбирают качество, это женщине кажется, что она что-то выбирает, на самом деле работает подсознательная схема, вот, если у женщины какое-то качество, которого она не выбирает, и она видит самца, у которого это качество имеется, у нее может сразу закрыть, потому что это как сухая губка, на которую вот капельку воды тапнуть, она так распрямляется, вот, если у нас качество недобрано, мы будем пытаться получить извне, и отсюда вот этот феномен, когда, что называется, крышу сносит, люблю, почему, не знаю, вот он такой плохой, такой, такой, люблю, хочу, получу, это качество не хватает у нее, то есть при дефиците качеств, поэтому, если мужчина у себя поднимает качественный уровень гармоничных всех качеств, он с этим становится все более востребован у более широкого уровня женщин, почему, вот, Кришна, ну, вот, если вы посчитаете эпосы, он приходил в деревню, играл на трубочке, дудочке, и все женщины в деревне к ему бежали, почему, по сей день, когда ягин качественный ягин приходит в деревню, любая женщина его рассматривает как величайшую ценность, причем и мужчина рассматривает величайшую ценность, потому что он может дать те качества, которых не хватает, и этого ягина рассматривает как лекарство. Именно поэтому, что вы думаете в эпосе, Кришна приходил, играл на дудочке вместе, все они танцевали, плясали, они там танцевали, плясали, не совсем так, поверьте. Так вот, смотрите, что получается с цветами. Вот есть красный, синий, зеленый. При соединении красного и зеленого рождается желтый. Вот при синего и опять зеленого рождается голубой. здесь пурпурно рождается. Но при наложении всех этих цветов возникает белый. Не буду я вам сейчас умность рассказывать про всю эту шкалу, как она меняется. Но в физике это один еще из путей. Когда сейчас вот у меня есть Марина такая помощница, она дает физику. Она вообще она все рассматривает через частоты. Почему? Потому что наиболее простой вариант все есть длина волн. Свет можно свести к длине волны, звук к длине волны, свет то есть все можно сводить к длине волны. Просто волна тоже она не в одной плоскости она объемная. но это тоже один из критерий. Почему и начали рисовать цвета чакр? Все очень просто. Они коррелируются, чакра не видится глазами, она не ушами, не на уровне обоняния или осязания. это другой орган начинает работать, который чувствует энергетику. Но если разложить на первоосновы, то мы придем или к психоэмоциональным состояниям, что есть волна, скажем так, есть длина волны, которая создается в коре головного мозга. То есть каждому психоэмоциональному состоянию соответствует определенная пульсация сердца и определенные ритмы в коре головного мозга. То есть по большому счету раджа-йога это умение управлять ритмами в коре головного мозга, работой сердца. И поэтому когда я записываю звуки, которые издает организм, в том числе и пульсацию, которые издает клетка, я как раз таки отслеживаю вот это качество. Потому что мы в разных психоэмоциональных состояниях по-разному пульсируем. И вот очень важно понять, что мы можем это у себя стимулировать. почему говорят. Вот это чернушная какая-то дама, а вот это очень светлый человек. Вот сейчас я попробую еще раз усилить свет к этому подвести. не буду сейчас вам все ... Вот. Конечно, это... просто если вам кто-то скажет очень зеленый человек, это такой синий, а это такой оранжевый. конечно. С точки зрения логики. Да нет, это же компьютер по сути. Подождите, подождите, сейчас я еще веду одну составляющую, после чего все станет еще запутаннее. Почему? Потому что если бы все было так просто, то все бы ходили в белых одеждах, все монахи, а я когда приезжаю на конференцию, вот у меня есть фотографии, где я стою в буддийских конференциях, а там стоят то в черных, то в оранжевых, то в бордовых, то дзен-буддисты в серых, лесные монахи, они в черном, есть в темно-синем, есть которые в зеленом, то есть всех цветов радуги. А почему? Сейчас подойдем к этому вопросу. здесь есть интересный момент. Мы думаем, что мы все одинаково видим, а это опять ошибка. Мы просто договорились о том, что мы это видим. И если у каждого взять, посмотреть, как он видит, то есть понятие насыщенность, светлость, светочувствительность, еще, еще, еще. Дело в том, что мы видим не глазами, мы видим мозгом. Глаза, вот там можно разбирать, там колбочки, там зрачок, там сетчатка, там туда-сюда преломляется, отражается. По большому счету то, что мы видим, вот вы меня видите, вы мозгом берете, посылаете импульс на меня, который типа отражается. А вот тут мы залазим сразу уже в то, после чего начинается усыпание мозгов. То есть у вас есть иллюзия, что я реально существую. А? То есть когда вы засыпаете, куда девается весь этот мир? Ну хорошо, до того, как вас не было, вы не родились, где этот мир существовал? А? После того, как вы идете из этой жизни, он будет существовать? Ну дело в том, что мы с вами сейчас ведем беседу о двоичной схеме. У вас есть понятие до, есть понятие после. Понимаете? А это двоичная схема. Так вот, если начать копать вообще вот эту всю философию глубокую и так далее, то Эйнштейн вдруг когда изучал пространство и время сказал, ёлки-палки, как же это так? Оказывается, время зависит от чего? От скорости. То есть время это переменная величина и для каждого человека оно по-разному течет. Почему говорят к старости дни становятся короче. Так вот, при разных скоростях время начинает течь по-разному. Это классический пример, когда вот если сейчас возьмем кого мы запустим в космос и он туда улетит. Вот если взять условно говоря ребенка запустить вон там полетает с определенной скоростью и так далее, а потом вернется сюда, то ребенок может оказаться старше вас. У него будет по-другому течь время. И вот тут происходит окончательный взрыв мозгов. То есть у нас привязка к каким-то константам. А вот тут их нет. они все переменные. И если вы это начинаете понимать, то дальше считается появляются ситхи. Потому что ситхи возникают в тот момент, когда ваши догмы разрушаются и вы начинаете к миру относиться как к игре сознания. То есть к игре ума. так вот то, что мы видим. Сейчас я попробую. Вот эта схема это как раз двоичные варианты. Видите? это попытка через плюс и минус через двоичные вещи подобраться вот к этим тройственным вариантам. То есть, если мы берем от белого, отнимаем спектр красного, мы получаем голубой. Его же мы получаем, если зеленый и синий накладок. то есть, любой цвет может быть рожден комбинацией любых других цветов. И вот тут становится принцип понятен, который в Библии описан, где отец и сын, где сын являются одновременно и отцом и сыном. То есть, это вот не двойственные схемы возникают, где одно порождает другое. Условно говоря, где ваша дочка может быть вашей матерью. Дело в том, что вот эти штуки очень сложно объяснять двойственным языком троичные схемы. Поэтому вот вот эти попытки через свет хоть как-то к этому подтолкнуть, то есть то, что я сейчас вот к этому подвожу и потом я не думаю, что вот так прямо хоп, что у вас и сложится, но я подведу, вы об этом будете какое-то время думать, 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 и если остальные условия будут выполнены, у вас это само произойдет. Это удивительный момент, когда возникает другая картинка мира. и это считается прохождением первого цикла, то, что называется просветление. То есть вот этот процесс просветления, он имеет определенные правила и законы. и он связан с состоянием нашего тела. А? Конечно. То есть это связано с состоянием наших органов, с состоянием, но он только на определенном этапе. На следующем этапе тело получается вообще становится вторичным. но для прохождения первого этапа это необходимо. Сейчас. Вот смотрите, как образовываются цвета. То есть у нас в принципе сейчас есть две системы базовых. RGB так называемые, которые используются в компьютерах. даже называются RGB. То есть до этого была не тотовская система, потом Maxwell. Не буду я вам сейчас в эти все толкости вводить, но когда мы смешиваем просто краски, у нас одна схема работает. Когда мы берем фонарики, начинаем цветами фонариков, то там в общем-то из-за желтого цвета достаточно серьезные изменения происходят. При наложении цветов происходит вот такая картинка. Смотрите, если взять вот, наложить желтый, голубой, пурпурный, вдруг появляется белый. А при наложении вот этих, например, красного, синего, пурпурный, зеленого, синего, голубой, зеленого, красного, желтый. А вот если в определенной комбинации наложить, смотрите, здесь белый получается, а здесь черный, потому что есть несколько параметров. Я о них тоже скажу. А, ну вот, кстати, да, вот. В 1860-м году Макс ввел вот эту систему РГБ, где базами являются красный, зеленый и синий. а все остальное это производные. То есть при этом объединении, видите, мы получаем черный, а при этом дифференциации получаем белый. то есть как бы из самих себя, из самих же этих цветов возникают другие цвета, из возникших цветов мы можем получить, то есть мать становится дочкой, дочка становится матерью. не знаю, как объяснить по-другому. Вот может быть это как будто подскажет, как это работает. Вот при вот этих наложениях, при вот этом наложении возникает вот это. Вот есть первичное, есть вторичное. есть третичное. А потом можно опять это начать раскладывать. То есть любой третичный цвет можно раскладывая, раскладывая. Да. вот понятно, что такое кольцо миобиоса. это предмет, у которого условно говоря нету начала, нету конца. Не знаю, что такое. вот коаны в дзен-буддизме и были созданы, для этого для этого, чтобы скажем так, разрушить двоичный подход к картинке мира. Коаны это такие задачки, которые обычным умом не берутся. Ну вот я тебе маленькую сделал, но условно говоря, если ты возьмешь по одной стороне и будешь вести, 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 то в какой-то момент ты придешь ну вот держи. Вот веди, веди, веди. Это предмет, у которого одна сторона только. То есть мозгами обычными это не берется. То есть мы привыкли, что у листа есть одна сторона, есть противоположная. А здесь получается, есть только одна сторона. Это тебе. Есть точно также шармебас. То есть получается, что вот эта многомерность возникает из комбинации и вот эта комбинация порождает многомерность и наоборот. и вот с цветами получается, что это как раз таки показывается та недвойственная схема двоэтичная. и вот четыричная и ген. А? Давай мы с этим разберемся. Есть. Есть. Успокойся. Пятеричная и ген. вот это и есть различия в конструкциях ума. И чем отличается серьезная практика и ген от не гена тем, что у обычного человека у него одна схема одна конструкция ума. А у гена несколько может быть конструкция ума. А? Конечно, это есть технологии этого развития. Вот. Поэтому здесь вот эти все трактаты, которые написаны древние, которые пришли к нам, если их читать обычным двойственным умом, то есть надежда, что выстрелит в недвойственность у кого-то. Кто начнет их правильно читать. Но если только читать не получается, нужно выполнять весь комплекс. То есть нельзя взять и двигать это дело только умом. Не получается. Ум как раз таки здесь один из якорей и тормозов. То есть развивать не ум нужно, а развивать другие органы чувств. Обоняние, осязание, зрение, слух, вкус, их потенциал. И при совмещении троек органов чувств будут рождаться новые органы чувств. и понимаю, что я сейчас говорю вещи, о которых люди, многие прожив всю жизнь, даже в эту сторону не пытаются думать, поэтому читать эти лекции вот как бы... В начале XX века были экспериментаторы сильные, антелленисты, да, да. Это музыка, симфонии, прекрасные картины. Это все, самое удивительное, что это все описано, но вопрос, кто это способен читать и кому это надо. Пустые залы. Одна японская выгрузилась, то есть Канады, она просто была влевая, она бы готова было всем что-то рассказывать, она была в таком восторге, но тоже был в восторге, но японский не знал. Ну вот здесь есть такой нюанс, потому что когда ты начинаешь давать понятные простые вещи, которые востребованы толпы, все, это полные залы. Причем удивительно, что там есть определенные законы, правила, и когда ты это двигаешь, все, ты обеспечен, у тебя будут поклонники, там бегать будут вокруг тебя, усикуси, тире-пыре. А как только начинаешь уходить вот в эти дебри, это как бы сразу же, вот, поэтому вот это развитие органов чувств, для каждого органа чувств есть свои практики. вот то, что я им сейчас даю, мы по большому счету развиваем орган зрения, но через орган зрения мы пытаемся немножечко подвиднуть конструкцию ума. вот, вот откуда возникли тригоны, откуда возникло вот этот знак, почему иудеи так уважительно всегда относятся к древнеарийским всем и ведическим знаниям. это вот сефир и цирр исходит из этого сирийского, вернее, кто тут исходит? Цари, они же придерживаются корового этого, да, то есть пурпурного, желтого и голубого, да, царские цвета. Конечно, это царские цвета, конечно. Голубая кровь, как бы, ну, создана в другой ряд. Не буду сейчас съесть самое, но, смотрите, при любом снижении яркости любой цвет становится чёрным. Есть понятие яркость. Есть ещё понятие светлости, светлота. При повышении любой светлоты становится белым любой цвет. То есть есть не только светлость, ещё есть там светлость, насыщенность и так далее. То есть здесь почему и рисуется вот эта штука объемная в более серьезной теории не просто цвета в плоскостном варианте а потом начинается это все тетрайдер и так далее увеличиваться ну вот базовая вещь которая используется синий, зеленый, красный вот этот вариант, который используется в компьютерах МГБ но в принципе при их смещении возникает белый, пурпурный, голубой желтый или же он может давать наоборот при наложении мы можем в одну сторону будет черный дальше двигаемся опять белый опять начинаем объединять получаем черный то есть здесь получается вот как в этом кольцо Меобиуса вот черный значит объединение вот этих цветов черный как раз почему называется черная дыра туда какой луч не посылает он туда уходит он полностью поглощает все цвета конечно сейчас не буду я посмотрите чем ближе к центру то там свет ну да ну да вот второй второй цветовой вот меридианы откуда берутся вот смотрите теперь как вот человек родился и вот условно говоря сейчас я вам к астрологии привяжу привяжу потому что та астрология которая у нас дается и трактуется она это такой упрощенный вариант где выброшено очень-очень много чего и есть такой замечательный тест вот такой исследователь который показывал что сегодня вот эти все астрологические прогнозы которые делаются в журналах газетах на самом деле это просто фокус который описывает состояние людей которые испытывают абсолютно все то есть что делается дается данные берется группа эта группа дает свои данные и на каждого типа составляется гороскоп потом всем даются эти раздаются гороскопы каждому вот и поднимите руки кому гороскоп вот подошел и прочее прочее ну там ползала поднимает руку есть ли те которые вообще говорят что это не про меня гороскоп все ни одной руки подняты замечательно теперь берете свой гороскоп кладете назад в пакет и передаете сзади сидящим читаем все опять читают опять то же самое опять всем подходит дело в том что современные гороскопы которые используются журналы в газетах они написаны таким языком что он всем подходит к любой ситуации а не в этом было это профанация уже профанация астрологии межастрологии это скажем так вставление состояние человека комплексное которое легко предсказывается потому что человек проходит этапы своего развития вот есть работа Роберта Саджоли по психологии во всех вузах она самоизучается называется этапы духовного роста то есть какие происходят изменения когда у меня люди которые занимаются и слушают меня я смотрю за каждым я смотрю какие у него происходят изменения и кого-то в какой-то момент я говорю стоп иди сюда тебе пора сходить на консультацию почему потому что я понимаю что он переходит в новую фазу и у него сейчас начнет меняться картинка мира так вот это очень важный момент потому что вот эти прокрити викрити это когда составляется серьезный гороскоп когда я учился так сказать в академии институт Мессикан медицины астрологии Далай-Лама причем обратите внимание медицины астрологии то есть вещи неразделимые почему потому что процессы биохимические которые проходят в организме они у нас проходят по мере видоизменений вот смотрите чтобы просто вам понятнее было вот Далай-Ламу того же выбирают в районе шести-семи лет вот японцы до шести где-то лет детей вообще не воспитывают и чудят что хотят да почему идет первый цикл цикл они такие шесть-семь лет в среднем там связано в общем неважно с определенным комплексом планет которые есть семилетние циклы так вот все планеты которые летают вокруг они влияют на нас так же кстати как мы на них влияем просто они побольше тысячи раз когда любой астроном начинает представлять размеры солнц то он как правило сильно скажем так озадачивается так вот каждые шесть-семь лет у нас приходят изменения в организме смотрите живет живет человечек вдруг 14 лет ему случается вдруг у него ничего не было никаких половых признаков глобально которые проявлялись вдруг не начинает какие-то волосы расти борода начинает расти усы с какого перепуга девочек месячные возникают то есть как раз 6 при 6 12 вот в районе там 13-14 лет у кого то есть у нас все время тикают биологические часики которые запускают какие-то проблемы вдруг смотрите на женщин которые ну трижды 6 сколько у нас 18 18 лет вот почему те мужчины которые же опытные ловеласы они любят молодых девочек не только потому что они свеженькие молоденькие дело в том что 18 лет они особенно в наше время они вообще не задумываются с кем встречаться а и у них лишь бы гу-гу так сказать тут тусовка вращение и прочее прочее а вот если подходит следующему циклу еще 6-7 лет добавим 18 сколько там уже 24 25 вот она уже начинает думать слушай пора уже какое-то гнездо ведь ей нужно замуж сходить вроде как вот если она эту фазу проскочила еще 6 лет прошло да сколько с программой ее уже дискотека не интересует она мужчину начинает оценивать уже по другим качествам потому что ее подруги которые рано уже развелись она уже послышала их разговоры и она говорит елы-палы слушай так